так и вернулся как печатать схемы из макс плюс а если вы откроете файлик и нажмете файл принт то у вас будет вот такая вот нерадостная картина для того чтобы распечатать файл нормальная именно примеру вот так вот вот так вот необходимо в макс плюс и выделить область и после этого только нажать файл принт и тогда все будет шикарно распечатается только выделенные нужно объяснить свою команду состоящую минимум из четырех тактов я выбрал декремент значение по адресу в постбайте соответственно объяснять я буду ее постараюсь рассказать и о том на что я должен уснулся и то что мне стало понятно прошу прощения заразу если где-то буду ошибаться надеюсь это не сильно критично начнем с основной схемы к сожалению нифига не видно поэтому смотрите сами я буду просто вводить чтобы было понятно дальше синхронизируетесь как-нибудь что здесь есть начнем с блоков основная память мне лежит память программ код и расширенная память x ram также здесь лежат регистры pc счетчик команд и dptr далее этот блок в нем лежит основная память ram то есть память data которая делится в общем рам делится на data и на sfr теневые регистры также здесь лежит лежат регистры с прямым доступом это аккумулятор b и регистры vrk vrk 1 и степпоинтер так и помимо этого здесь есть еще один блок это блок с константами вот есть различные константы которые могут пригодиться и мне они например как раз пригодятся далее здесь порты здесь ралу это алу который выполняет различные операции с регистрами в котором хранятся операнды ра и рб значит есть устройство управления в котором есть и r instruction регистр регистр команд он формирую он разбирает команду отвечать за выполнение и формирует управляющие сигналы далее есть еще один блок который отвечает за битовой операции и за регистр расстояние psv так сейчас 1 секундочку занят я вернулся так теперь что она сказать надо сказать про шины значит здесь вот есть шина acx это с шином на которой выставляется адрес для того чтобы выбрать команду из памяти код либо данные из памяти x ram есть шина вас а в него устанавливается устанавливается адрес для чтения из этой памяти а также и шины бас b и бас c здесь стоит обратить внимание на стрелочки по ним удобно ориентироваться чтобы понимать что куда как может загнаться например вот rb может загнаться только значение с бас c а в р а только значение с шины бас b соответственно для того чтобы но здесь нарисованы не все стрелочки поэтому эта схема не совсем идеальная то что прилить что куда как может записываться надо обратиться к методичке к табличке о которой я сказал давайте расскажу про то как работает декремент значит у нас имеется значение в щечке команд она поступает на шину адреса от cx из нее выбирается команда из памяти код и выставляется на шину б на шину б вместе с этим счетчик команд увеличивается значит из шины б она команда выпадает в регистр команд вот сюда здесь она разбирается и полу формирую определяются нужными команды и формируются управляющие сигналы значит это в стадии выборки команды она общая для всех команд и все коде написано до свеча сверху над ним дальше дальше мне нужно загрузить пост байт с адресом для этого происходит точно такое же действие опять же загружаются адрес по щечку команд машину выбирается уже пост байт с адресом кидается на шину б и попадает 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 в рабочий регистр врк щечка мат опять же увеличивается следующее что происходит врк подается на шину адреса баса на память также подается сигнал чтения и значение ячейка из памяти по адресу который был в пост байте попадает на шину б на шину б и оттуда она загоняется 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 ралу в регистр РА или РБ тоже опять же зависит от того на кую шину я к сожалению что-то сейчас не помню сходу следующее действие которое происходит параллельно с этим или возможно даже после нет видимо параллельно вытирается константа в моем случае это минус 1 ставится на шину б и по этой шине также также переходят в ралу следующий шаг который происходит в ралу устанавливается код операции сложения происходит сложение значения по адресу с минус единицей и результат поступает на шину c как результат что с ним происходит он попадает вот сюда вот в память в этот же самый момент в качестве адреса восстанавливается адрес из пост байта таким образом и сигнал записи в память таким образом в память записывается измененное значение вот таким образом работает эта схема на общей структурной схеме и после этого нас просят показать на подробных схемах которых тут довольно много удобно чтобы их понимать усесться на полу разложить сначала центральную схему а лб которая в принципе очень близка и похожа к этой схеме после этого вокруг расположить остальные схемы которые нам будут необходимы некоторых людей коробки спрашивал про прерывание interrupt лучше просто говорить что вы использовали еще старую схему и там никаких прерываний не было и тогда у вас все будет хорошо и про прерывания можно забыть про них не рассказывать вот о том что происходит на более подробных схемах расскажу в следующем видео спасибо